Всем привет! С вами Катя и Марина. И в сегодняшнем видео у нас в гостях Марина, наш блогер, и мы вместе с ней решили рассказать вам, что же мы будем покупать на Черной Пятнице на Parfums. Так что смотрите до конца. Я не понимаю. Купать порошок, вот эти милиции. Тайм-аут! Первое, что, конечно же, я буду заказывать на Черной Пятнице, это, конечно же, товары для дома. Потому что я всегда считаю, что они очень дорогие, и я люблю покупать их на распродажах. И первый мой продукт, это капсулы Ариэль. Потому что мне они очень нравятся, это уже пустая банка, которую я притащила. Но я очень жду Черной Пятницы, чтобы купить несколько больших коровок с запасом, чтобы хватило аж до следующей Черной Пятницы. А про следующий продукт расскажет Марина. А первое, о чем я хочу рассказать, это вот такая длиняная маска от Freeman. Мне она досталась на обзор, но я покупаю уже второй тюбик. Она очень экономно расходуется, но при этом я люблю мазать глиняные маски толстым слоем, чтобы они не высыхали за 5 минут, и чтобы кожа не стягивала. Я люблю нанести ее во время душа, и пока моешься, она действует. Быстро смыть и увидеть, какое лицо чистое, а поры стянутые. Она, кстати, пахнет чем-то растительным. У нас есть обзор в блоге на нее, и я ее там сравнивала с маской, с морской солью. Но вот эта с авокадо мне нравится больше, потому что она совсем не сушит кожу. Можно понюхать? Да. Следующий мой продукт, это опять-таки, можно сказать, химия для дома, или это уход? Это уход за полостью рта. Уход за полостью рта. Мне очень нравится зубная паста Крест, именно вот этот 3D White, потому что она действительно отбеливает зубы, и, не знаю, она очень вкусная и мало расходуется. Но она довольно дорогая, как я считаю, как для зубной пасты, поэтому тоже очень жду распродажу, чтобы закупиться такой балдежной пасточкой. Передавать микрофон. Кстати, паста очень крутая. У меня есть версия для чувствительных зубов. Она очень деликатно отбеливает, поддерживает результат от применения отбеливающих полосок. Она при этом снижает чувствительность зубов, которые провоцируют те самые отбеливающие полоски. Так что, у кого зубы чувствительные, лучше сразу присмотреться к версии для чувствительных зубов. А дальше мы поговорим о декоративке. Ну, по крайней мере, я так точно. Я очень влюблена просто в эту тушь от Maybelline & Puma. Я не знаю, до сих пор она продается или нет, или это какая-то лимитированная версия. Но она очень крутая. Это просто... Я пробовала несколько тушей от Maybelline, но вот только это меня зацепило тем, что она разделяет реснички, и делает их толстыми при наслаивании, и делает их максимально длинными. Тут такая себе щеточка, если честно. Она меня не впечатлила, когда я первый раз ее открыла. Она силиконовая, но она очень похожа на натуральную, потому что в ней очень много вот этих ворсинок. Но при этом она очень круто разделяет. Взгляд становится распахнутым. Сегодня она мне. Она у меня уже, наверное, полгода. Ну, я не буду врать. Она вот как только запустилась, нам ее прислали на обзор, и она у меня до сих пор не высохла, и я ей пользуюсь почти каждый день. Так что на Черную Пятницу, если будет скидка, я 100% ее обновлю, и может даже маме такую куплю. Мам, не смотри, чтобы ты не знала, что я тебе подарю. Кстати, про туши и про Maybelline. Я очень хочу купить вот эту, хотя ее качество и цена, это вообще что невероятное. Очень крутая тушь, мне нравится кисточка, мне нравится, что она у меня тоже уже года пол, и она вообще не высыхает, даже не собирается высыхать и заканчиваться. Но я думаю, по-любому затарюсь этими тушами. Я их использую и для своей работы визажиста, и для себя лично. Очень классно, мне нравится. Так что я буду покупать эту тушь. Это у тебя водостойкая версия или нет? Нет, не водостойкая. Я не люблю водостойкую. И она классно держится все равно. Да, вот она сейчас на мне. Потому что у меня часто туши, они начинают плавиться, особенно тут под лампами, и вот здесь вот перепечатывается черное, а вот это так не делает, хотя она не водостойкая. Я не вижу, когда тушь осыпается и отпечатывается. Да, и потом такая панда. Панда, панда. А теперь мы поговорим о том, что самое важное на нашем лице, и это не глаза и не гулы, это брови. Я обожаю карандаш от Vivienne Sabo. Наверное, все уже о нем знают, все блогеры о нем рассказали. Но это такое крутое качество за такие маленькие деньги. И я надеюсь, на Черную Пятницу он будет еще дешевле, потому что собираюсь купить штук 5, наверное. Оптом. Да, сразу по 5 штук любимого оттенка. У меня, кстати, оттенок 02, но он такой тепловатый слегка, и как раз помогает сбалансировать то, что у меня светлые волосы от природы и темные брови. Поэтому мои брови часто выглядят очень холодными по температуре оттенка. И этот карандаш идеально справляется с тем, чтобы сбалансировать вот этот контраст. Он, кстати, вот у меня уже закончился. Тут ничего абсолютно нет. У него очень классная щеточка, которая помогает прочесать бровки наверх, вниз, куда вам угодно, и растушевать уже финальный результат. А я расскажу про чуть более дорогую версию подобного карандаша. Мне вообще кажется, первыми подобные карандаши сделала Анастасия Беверли-Хиллз, вот такие именно тоненькие. А потом уже Никс и Вивен с собой сделали похожие версии. У него тоже очень, сам карандашик очень тоненький, есть щеточка. И это просто моя любовь. В каждом видео, вы знаете, я рассказываю про этот карандаш. И это уже, у меня лично, это, наверное, уже пятый. Для работы у меня есть просто все оттенки этого карандаша. Зимой мне нравится использовать эш-браун, потому что у меня волосы летом играют, становятся светлее, поэтому я использую чуть светлее оттенок, не помню, как он называется. Если что, напишем внизу в описании, в инфобоксе. А вот когда уже немножко холодает, волосы уже не такие светлые, и я использую эш-браун, мне очень нравится. Так что это тоже мой фаворит forever, поэтому я его 100% в нем затарюсь. А следующая макияжная штучка, это вот такой кушон. Кушон от Холика Холика и Милки. Я не собираюсь покупать точно такой же кушон, просто хочу купить новое средство в таком же формате, потому что это очень удобно. Когда ты прибежал на работу, у тебя есть 5 минут, чтобы привести себя в порядок, и ты не хочешь бесить коллег тем, что ты сидишь и красишься полчаса из-за того, что ты проспал. Это идеальная штука. Просто взял, несколько раз вот так вот промокнул самые стратегически важные места губкой, и все, тоны лица идеальны, держатся отлично. И плюс корейские кушоны круто увлажняют и делают кожу такой сияющей. И еще очень часто в них есть SPF, так что кушон просто must-have на все времена. Я просто полюбила их, и этот в частности. Очень красивая упаковка еще. А у меня другая проблема, мне надо замазывать прыщи, поэтому мне очень нужен консилер от Tarte. Этот у меня уже заканчивается, и Tarte это довольно лакшери фирма, поэтому консилеры у них дороговатые, поэтому я очень жду Черной Пятницы, чтобы купить парочку для работы. Для работы! Поэтому я очень жду Черной Пятницы, чтобы закупиться парочкой для работы, и, конечно же, для себя лично. Первый экспонат для волос. И единственный в сегодняшней подборке. Это вот такой шампунь от Vichy Derkos. Я получила его в нашем бьюти-боксе. Это очень классный шампунь от выпадения волос, который содержит в себе аминексил. Это единственный доказанный научно комплекс, который помогает бороться с выпадением волос. Его даже в мужские шампуни добавляют, потому что у мужчин, мы знаем, часто бывает такое, что волосы выпадают сильнее после определенного возраста. Для женщин это тоже актуально, поэтому я все, что вижу, где написано, от выпадения волос для ускорения и усиления роста, я просто сразу беру, не думая, потому что хочу найти ту самую жемчужину, с которой я буду просто по жизни идти, и не беспокоиться о том, что мои волосы сильно выпадают. Виши Деркас, вот как раз такая штучка. Миниатюрка у меня закончилась уже тут. Все, тут ничего нет, она пустая. Я сейчас выливаю. Нечто. Обрызнула. Эта миниатюрка уже абсолютно пустая, поэтому я коплю денежки на Black Friday, чтобы купить полноразмерный флакон и радоваться своим блестящим волосам. Кстати, блеск волос очень крутой от него. У меня для волос целых две штуки. Первая это кондиционер от OGX. Он был у нас в обзоре. Ссылочку на видео мы, конечно же, для вас оставим, как обычно, в уголке. И шампунь из этой линейки мне не очень подошел, потому что, мне кажется, он для более пушистых волос, а у меня волосы уже сами по себе гладкие, и они чуть-чуть быстрее ожирнились от него, чем обычно. А вот кондиционер это просто волшебство. Он работает на моих волосах как маска, потому что маски часто утяжеляют мои волосы, а это именно, если использовать его не каждый раз, а именно пару раз в неделю, он очень крутой. Мне понравился, и я 100% куплю еще раз этот кондиционер. И вторая моя штучка для волос, это Bad Hat от Tiji. У меня, тут, наверное, осталось совсем чуть-чуточку, но у меня эта штука уже несколько лет, уже года два, наверное. И это просто невероятное средство. Во-первых, это как хайлайтер для ваших волос. Они действительно очень круто блестят после нанесения. Его нужно наносить уже после всех укладок в самом-самом конце. Во-вторых, запах просто невероятный. И в-третьих, самая крутая фишка, эта штука называется автопати. И секрет этой штуки в том, если вы идете куда-нибудь в клуб или в бар, там, где, возможно, накурено, или просто есть какие-то неприятные запахи, может быть, в ресторане, там, где немножко пахнет кухней, и волосы часто прованиваются. Так вот, от этой штуки они абсолютно не прованиваются ничем. То есть они будут так же пахнуть вкусно этим средством, как и сразу после нанесения. Поэтому его нужно совсем чуть-чуточку на длинные волосы, чтобы уже был результат. Поэтому это вообще, вообще мега классная штука. Я по-любому буду покупать еще. А его нужно на все волосы наносить или вот как-то на кончики? Больше на кончики, потому что оно такое жирненькое, и мне кажется, корни будет жирнить. Особенно если быстро жирнятся. Нам такое не нужно. Для тех, кто не знает, Черная Пятница — это огромная распродажа, которая проходит ежегодно в последнюю пятницу ноября. В этом году она будет 29 ноября, и на нашем сайте тоже будет огромная распродажа. Поэтому мы решили поделиться с вами тем, что же мы лично будем заказывать. Так, я вам расскажу у меня для тела лосьон Adjo Malone. Это такая тоже лакшери-сегмент чуть-чуть. Но мне очень нравятся их лосьоны, потому что духи я не пробовала, но Марина сказала, что они нестойкие, поэтому я даже решила не пробовать. Адекалон. Адекалон, да. Но вот эти вот лосьоны, они действительно пахнут точно так же, как и духи. И это просто невероятное ощущение, намазаться духами практически. Вот я сейчас намазала руки, и у нас тут вся студия пахнет. А, ароматерапия просто. Очень круто, и я хочу попробовать, я уже, у меня было их несколько штук, и я хочу попробовать все запахи, чтобы, не знаю, чтобы что, просто хочу. Поэтому я обязательно, если они будут на скидках, обязательно возьму себе новенький. А сколько тут миллилитров? 250, нормально. Ну, у меня он уже года полтора. И он у тебя только заканчивается. Ну, так извини, это недорого, если тебе его хватает надолго. Но я просто не мажусь каждый день. Только по праздникам. Когда хочется пахнуть, понятно. Ну, во-первых, на каждый день, мне кажется, ты сильно принюхаешься. Ну, да, ты не будешь так думать. А так я иногда такая намажусь. Просто принцесса. И также мой виш-лист пополнила очень классная штучка для лица. Это скраб-полировщик от Sativa. Это белорусский люксовый бренд. Действительно, люксовый, не побоюсь этого слова. Там не только цены люксовые, там еще и составы очень классные. Куча натуральных ингредиентов, максимально простые формулы, без спирта, без парабенов, без сульфатов. То, что пишут на всех упаковках, сейчас без всего вредного, вот это к этому тоже скрабу относится. Он примечателен тем, что в нем микро, просто микро, мельчайшие частички скраба, которые полируют лицо, находятся в таком сливочном креме. За счет этого никакого травмирования кожи, никакой стянутости, никаких шелушений. Кожа максимально напитывается во время того, как вы ее отшелушиваете. Мне кажется, это очень круто. У меня уже баночка пустая. Наверное, мне его хватило на год. Может, чуть меньше. Мне кажется, это крутой расход. Тем более, очень удобный формат. Дозатор, помпа, все максимально гигиенично. Так что обязательно повторю на Black Friday. Пожалуйста, сделайте скидку. А следующий продукт это вот такая крутая сыворотка для сияния кожи от швейцарского бренда Mavala. Она крута тем, что идеально разглаживает лицо, придает сияние за счет того, что в ней находятся светоотражающие частички. И в них такой легкий, теплый оттенок. То есть лицо сияет, но оно не выглядит, как будто на нем куча блесток и тем более не подходящих под тону кожи. Круто увлажняет, разглаживает лицо, напитывает его максимально. Мне кажется... Кстати, те, у кого жирная кожа, у меня по секрету такая же. Все равно присмотритесь к этому средству. Все равно присмотритесь к этому средству, потому что оно не перегружает макияж, не заставляет тональник скатываться и блестеть быстрее, но при этом круто справляется со всеми своими функциями. Я сейчас вот выдавлю его на ручку и покажу Кате. Смотри. Блин, оно как жидкий жемчуг. Так, и мы переходим к ароматам. Самое интересное. Возможно, как вы уже поняли из наших видео, я не очень разбираюсь в ароматах, поэтому обычно Маша или Марина более подробно рассказывают вам о новинках или о том, какие ароматы подобрать под сезон или под случай. Поэтому я сегодня с очень скромным, так сказать, запросом. Это мои любимые духи на сейчас, но я очень хочу их поменять, хочу выбрать что-то новое. Мне очень сложно подобрать духи, потому что у меня, мне кажется, очень острое обоняние, и все духи воспринимаются очень-очень резко на мне. Поэтому я сейчас в процессе подбирания новых духов, так как эти заканчиваются. Но я очень хочу купить миниатюрку этих духов, чтобы они у меня все-таки были, но основной аромат хочу выбрать какой-нибудь новый. Пойдем с тобой тестить. Да. И поэтому... Кстати, если вы хотите увидеть видео, как мы с Мариной подбираем мне духи, то тоже пишите в комментариях и мы что-нибудь придумаем. Будет интересно. Будет интересно. У меня по ароматам сегодня все на самом деле просто. Я хотела выбрать 20 как минимум. Но учитывая то, что у меня флаконы все полные, потому что каждый день я пользуюсь чем-то другим, за редкими исключениями. У меня вот в этой подборке три ароматика. Во-первых, это вот такой малыш от Роберта Пеге. Аромат культовый, легендарный. Ему уже 70 лет. Это фрака, где эталонная тубероза. Ну, это по моему мнению. Ну, я знаю, что многие тоже так считают. Тубероза. Это вообще мой любимый цветок, что касается парфюмерии. Эта тубероза очень сладкая, тягучая и с персиковыми оттенками. Из флакона она звучит, ну, очень интенсивно. Катя даже сказала, что прям too much. Если нанести слегка на запястье или куда-то на ту зону, которая далеко от вашего носа, кстати, лайфхак, ароматы, которые вам не нравятся или кажутся чересчур интенсивными, можно брызнуть под коленку. Если брызнуть аромат под коленку, очень шлейфовый, с одной поправочкой. Потому что собака будет его нюхать. Если брызнуть аромат, который вам кажется чересчур шлейфовым и насыщенным на зону, отдаленную от носа, он будет играть яркими красками. Тогда вы можете почувствовать его раскрытие, узнать какие-то нюансы, переходы, какой он в базе, какой он на старте. Этот аромат я люблю наносить, вообще орошаться им полностью. Но больше всего мне нравится, как он звучит на волосах. Это такая земляника с персиками, очень тонкий жасмин и мягкая база из мускуса и дерева. Очень насыщенный аромат, поэтому обязательно перед покупкой тестить, если вы не любите туберозу. Если любите туберозу, мне кажется, можно брать вслепую. Это просто... Time out! Давай как кот. Знаете, вот этот мем кашляющий кот. Да. Следующий аромат, это то, что я хочу купить в полноразмерном флаконе, у меня уже третий пробник. Это Lolita Limpica, Lolita Land. Максимально девчачий, максимально простой, максимально сладкий и максимально ненапряжный аромат, насколько это просто возможно. Это алкогольный коктейль беллини, персики и куча цветов. Это очень сочный коктейль беллини. Мне нравится. Персики. Он сладкий, и при том, что он сладкий и такой кажется немного попсовым, то, что Lolita Limpica, это такой бренд, который выпускает сладкие ароматы. У нее нет таких сложных, нишевых звучаний, супер каких-то непредсказуемых и таких, которые не все поймут. У нее сладкие ароматы, и этот аромат вот такой, ненапряжный, когда просто хочется поднять себе настроение. День максимально серый, пасмурный. Вот то, что сейчас за окном, в такую погоду он звучит идеально. Просто напоминает про летние дни, про какие-то беззаботные вечера, когда ты в отпуске и ни о чем не думаешь лишним. Так что я собираюсь купить флакончик. Кстати, флакон очень красивый. Мы сюда вставим фоточку. Флакон, такой маленький стеклянный пузырек и крышка в виде олененка. Класс. Бэнди. Мне кажется, на зиму очень прикольно. Вот в шарф закутаться, и ты просто идешь, у тебя плохое настроение, ты не хочешь с утра никуда идти, но он такой... И в тумане. И в тумане. Да. А следующий аромат нашей подборки это уже знакомый вам Лентерди от Живанши. О нем рассказывала подробно Маша в видео о бассейных ароматах. Я просто хочу напомнить, что это очень крутой аромат туберозы, но для меня лично он пахнет виноградным соком садочек и сладкими персиками с грушей. Это очень позитивный, искристый аромат. Он очень узнаваемый. Если вы его на ком-то услышите и перед этим протестировались, вы 100% будете знать, что это именно он. Его ни с чем не спутаешь. Это уже вторая моя миниатюрка, и я надеюсь, что на Black Friday будет классная цена, и я куплю себе либо полноразмерный флакон, либо еще пару-тройку таких миниатюрок. Кстати, очень выгодно. Это симпатичная баночка, маленький объем, но хватает надолго. Но для тех, конечно, кто не любит наносить парфюмерию намазом, не вариант. Лучше купить полноразмерный флакон с распылителем. На сегодня это вся продукция, с которой мы хотели с вами поделиться, что же мы с Мариной будем заказывать на Черной Пятнице. И пишите нам обязательно в комментариях, что же вы будете заказывать и что же вы ждете на распродажу. И, конечно же, не забывайте ставить пальчики вверх этому видео, подписываться на наш канал, и, конечно же, нажимать на колокольчик, потому что мы готовим для вас еще очень много нового и интересного. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока! А еще можно эту коробочку использовать как косметичку. Шкатулка! Хранить там все. Для фанатов Ариэль то, что надо.